При Днестровье болит вам лично? Понимаете, меня нервирует даже само название, которое было придумано. Я родился там, поэтому я не знал этого слова. Это придумка. Значит, завтра... Почему при, а не за? От Кишинева это за Днестровье. При это не знаю откуда, от Москвы или от Киева, но не от Кишинева уж точно. Потом, когда там было более 80% молдаван и сейчас только 25%, вопрос, кто этим занимается, выселением коренного населения? И утверждается, что здесь живут русские. Во-первых, там не только русские живут, там живут и украинцы, живут и все, и кто хочет сейчас живет. И даже не в национальном делах, там просто очень хороший такой... Я бы сказал, пусть они меня простят, но я называю это бандитский анклав. Потому что как это можно назвать? Украли. Когда кошелек украдет, его берут в полицию, а то и засадят. А этот украл у меня родину. Я там родился, и я должен идти и писать еще какие-то записки. Кому это выгодно? К бандитам. Политическим бандитам. А политические бандиты очень сейчас хорошо слились с криминальными. Скорее всего. Еще бы, конечно. Там, где сейчас... Почему, собственно, в России многие, скажите, авторитеты стали за решетку держать? И правильно, я думаю, потому что они стали хотеть еще власть. А эти, имея власть, наоборот, хотят иметь собственность. И они приобрели, приобрели огромнейший участок, потрясающие, продовольнейшие земли. Вся индустрия там строилась. И наверняка это было... Бендеры, Тирасполь. Это было... А Бендеры вообще, каким образом они оказались? Это вообще после 92-го года, после этой войны, конфликт там. Какой конфликт? Это была война. Была война одной большой страны против... Даже не страна была, а еще даже армии не было. Охотничьими ружьями там оборонялись. И они выиграли, но предали, убедили нашего президента тогдашнего, что в чем-то мы до сих пор не знаем, что ему там сказали. И я видел, как офицеры... Снегур, да, был тогда? Да. Когда солдаты и офицеры шли с вокзала безоружные, их разоружили и отправили пешком, и они шли, плакали. Это я абсолютно, поверьте, я видел эти слезы, потому что их завоеванных позиций выбрали. Они освободили от этих бандитов, они все ушли. А потом что-то произошло, какая-то очень мерзкая акция. Сегодня будущее... Я прошу прощения, завершу. И, к великому сожалению, я, конечно, свою родину никогда уже не получу. Никогда. Вы уверены в этом? Я абсолютно. Я не вижу никаких перспектив. И потом знаю еще один принцип. То, что попадает в руки зверю... Больших стран. Да, это никогда... Зверь никогда не отпустит. И... Хотя были прецеденты. Не знаю, эти прецеденты, наверное, исключение. Колониальная Африка, например. Другие страны были. Зверями. Да, другие страны были.